Это Мадрид. Город прекрасной архитектуры и вкуснейшей еды. И в этом видео мы отправляемся туда, чтобы наконец-то получить визу в США. Прокатимся на сверхскоростном поезде, переночуем в отеле стоимостью в 500 евро за ночь и отправимся в Мишленовский ресторан. И всё это за один день. И конечно мы приглашаем вас вместе с нами в невероятное путешествие. Погнали и... Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Всем привет, друзья! Ну а мы решили одним днём сгонять. Мадрид. Закупились покушать. И сейчас ждём очередь, тут она немаленькая, чтобы сесть вот в этот потрясающий суперскоростной поезд. Вот такая очередь здесь. Но она, кстати, уже двигается активненько. В последний раз мы ездили на поезде ещё в 2018 году, когда нам нужно было добраться из Москвы в Киев, чтобы также получить визу в посольстве США. Тогда поездка заняла около 12 часов. Сейчас же мы планируем преодолеть почти такое же расстояние, но уже на суперскоростном современном поезде, который разгоняется до 300 км в час. Это значительное сокращение времени в пути. Всего 2,5 часа вместо 12. Изначально мы планировали съездить в Мадрид на выходные всей семьёй, но из-за выступления дочки в четверг и в субботу в итоге в поездку отправились только мы с Анюткой. И всего на один день. Мы могли бы просто взять билеты на самолёт и добраться за час за 250 евро на двоих. Но знакомая порекомендовала интересный железнодорожный маршрут, который сильно нас заинтересовал. Она показала нам сайт, где мы смогли приобрести билеты всего за 75 евро с человека. Это просто невероятно, учитывая, что поездка на такси из Сан-Педро в Малагу стоила нам аж 100 евро. А здесь всего 75, да ещё и с включённым питанием. Кстати, без питания 55 евро. Изначально у нас была идея купить билеты сразу после выступления Майи и отправиться в путь этим же вечером. Однако мы решили не рисковать и заранее вызвали такси, чтобы доехать на вокзал пораньше, за час. Ведь мы не знали, как там всё устроено. Оказалось, что приезжать так рано совсем не обязательно. Мы думали, что придётся во всём разбираться, но было максимально просто. Приезжаешь на вокзал, нет никаких долгих проверок. Лишь быстрое сканирование сумок у входа, что занимает всего несколько секунд. После сразу же отправляешься на посадку, которая также проходит очень быстро. У нас 21.19, 21, да, было 18, и мы начали двигаться. И, кстати, прикольно, что тут даже километраж пишут. Тут можно всю Испанию проехать на таком поезде, наверное, за максимум 4 часа. Ну да, на часов 5, я думаю, максимум. Мы нигде не видели, что в Малаге есть метро. И вот мы так и не поняли, есть оно действительно или всё-таки нет. И вот, друзья, если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Территорию Испании пересекает более 15 тысяч километров железнодорожных путей. Они делятся как на обычные пригородные, соединяющие столицы провинции между городами и посёлками, так и на высокоскоростные, соединяющие эти же столицы между собой. Как раз по пути в Мадрид мы проедем по одному из таких высокоскоростных маршрутов. А на нашем пути будут такие города, как Кордоба, Сьюдат Реал и Толеда. Кстати, в среднем цена за билет по любому маршруту будет стоить вам не сезон от 30 до 90 евро, а сезон от 40 до 250 евро. Признаться честно, нас немного пугала поездка на скорости 300 км в час, но на удивление эта сумасшедшая скорость вообще не чувствуется. Ход очень плавный. Ну, кстати, друзья, получается, в нашем этом вагоне вообще никого нету. То есть мы единственная... А, ещё одна женщина вроде была. Но самый прикол, интересно, когда они будут проверять билеты, потому что нам ещё билеты не проверяли. Там нас на входе пустили, но билеты никакие не проверяли. Единственное, что напрягало в пути, так это тоннели. Дело в том, что местность очень гористая, особенно первые 200 км от Малаги до Кордобы. Тоннели здесь не редки, а в них на огромной скорости поезда. Закладывает лучше вообще, как на самолёте летим. В остальном поездка выдалась отличной. Поезд комфортный, а в дороге предлагали еду и напитки. Ну, а нам принесли покушать кабачок такой красивый. Какая-то котлетка, мне кажется, овощная картошечка, помидорка. Тут вот такой красивый салатик, вау, из киноа. И даже положили нам вот такую конфетку. 70% шоколад, чёрный шоколад, вообще огонь. Так, здесь у нас фруктики. Ну, немножко. На ночь лучше не наедаться. Помидорка вообще космос. Самые вкусные помидоры, когда мы где-ли бы вообще где-то ели, это были в Испании. Ммм, котлетка, я бы сказал, тоже очень вкусная. И кабачок. Зелень, которую положили, это, наверное, мята. Мята сверху посыпали мятой, зелёной. И реально салат этот стал просто безумно вкусный за счёт этого. И изюмчик ещё дополняет, придаёт сладость этому салату. Ну, однозначно эти два блюда я бы поставил огромный просто лайк. И повар просто молодец. Время пролетело быстро, и мы даже приехали на 10 минут раньше. Похоже, это связано с тем, что этот пояс был последним в расписании. А испанцы, как известно, предпочитают закончить рабочий день как можно раньше. И это вовсе не шутка. В 5 вечера для большинства испанцев рабочий день подходит к концу. Например, рядом с нами в Сан-Педро есть маленькое кафе, которое закрывается как раз в 5 вечера. Зимой, правда, они закрываются вообще в 4. Но сейчас всё-таки туристический сезон. Сами понимаете. При этом уже за час до закрытия с улицы убирают столики со стульями. И кафе готовится к закрытию. И вот так в Испании везде. К этому просто нужно привыкнуть. Ну что, друзья, мы приехали. Потрясающий поезд, однозначно лайк. Быстро, комфортно и супер круто. Мы в Мадриде. Идём на такси и в отель. Погнали. Кстати, по нашему опыту, самый выгодный вариант добраться от точки до точки в Испании – это Болт. Агрегатор такси по типу Убера. Буквально через 10 минут уже будем в отеле. Очень удобно, никаких проблем. Сразу вышли, сразу заказали такси. Ждём его и едем в отель. Вот он, красивый. Мелия Мадрид Сирано. Погнали заселяться и посмотрим наш номер. Быстро прошли регистрацию. Буквально заняло у нас 2 минуты. Нам дали номерок 533. Номер наш. Международный вид на отеле. Я, честно говоря, о этом отеле первый раз слышу. Мы его брали, потому что он находится прямо в центре города. И отсюда будет в пешей доступности любые самые красивые места. Доходим? Добро пожаловать. И ооо! Какой красивый у нас номер. Люкс. Люкс-делюкс. Так, ну что, большая двуспальная кровать. Всё как надо. С красивыми... Вообще по красоте. Ну что, таймлапсы будем снимать? А где вид-то? Ледяные, дождей. Жесть, здесь нету. Есть окно. А есть окно? А я уже хотел испугаться, думал, нифига себе. Приехали, а окна нету вообще в номере. Ну вообще, вот это огонь у нас. Давай. Красота, друзья. Просто жесть. Вообще. Ничего нету. Просто закрыто всё. И это просто... Это просто космос вообще. Это жесть. Просто я первый раз живу в номере, в котором нету окна. Ну, по сути дела, его просто нету. Отель мы бронировали для удобства рядом с посольством. Так как, напомню, наша цель – пройти собеседование на получение визы в США. Отель плюс завтрак нам обошёлся аж в 450 евро за сутки. Похоже, мы попали не в лучшее время. Возможно, в городе проходило какое-то мероприятие, о котором мы не знали. Потому что в августе за аналогичный номер мы бы заплатили всего 100 евро. За такую цену номер оказался довольно унылым и, по сути, без окна. Ну да ладно, здесь мы проведём всего одну ночь. А утром нас уже ждут в посольстве. На самом деле, друзья, у нас подобная ситуация была в Аргентине, когда мы приехали, сняли отель и в нём жили по хорошей цене. А потом на выходные ценник стал ого-го. Потому что в Аргентине была движуха какой-то, приезжали много каких-то исполнителей, много групп. И поэтому все пытались попасть в Буэнос-Айрес. И цена из-за этого сразу в три раза вырастала. То есть здесь это, я так понимаю, нормально, что в три с половиной раза дороже мы сейчас платим за этот номер. Всё из-за того, что здесь проходит праздник. Вот такая вот ситуация. Но, кстати, нам здесь ещё поставили вот такую кофемашину. Всё есть, сейф. Тут, ну, телевизор, понятно, мне кажется, такой древненький LG. Но главное, у нас есть кондиционер. И мы его обязательно включаем. Ванная комната, всё, что необходимо есть. Даже положили шовер-кап. Большой душ, хороший, да. Ну, за это однозначно лайк. То есть, на самом деле, всё чистенько, всё красиво, всё опрятно. И вот, ну, действительно, 100 евро, 100-120 евро вполне этот отель стоит по-любому. То есть, да, с большой кроватью, двухметровая такая кровать. У неё прямо сразу сейчас так тук. И всё, друзья, и мы спать. Ну что, доброе утро. После очень даже хорошего завтрака мы дождались нашего переводчика, оставив вещи в номере и пошли на собеседование, взяв с собой только документы. От результатов этого собеседования зависит, получим ли мы визу или нет. Кстати, это виза О1 для людей с выдающимися способностями. А так как на Ютубе у нас есть крупный детский канал, мы тем самым попадаем под неё. К сожалению, она оформляется достаточно долго и сложно, и не является иммиграционной. Нужно подготовить кучу документов, и самое главное, доказать, что ты реально выдающаяся личность. Первым делом мы подали на петицию, которую рассматривали долгих два месяца. И после её одобрения мы были уверены, что собеседование пройдёт гладко, и нам быстро и легко вклеит визу. Но оказалось всё не так просто. Прямо за мной находится посольство США. И мы сюда приехали не просто так, одним днём. Мы уже третий раз пытались получить визу в США. И снова нас обломали. На самом деле история очень интересная. Как-нибудь мы снимем обязательно отдельное видео. Мы подавали на визу Extraordinary. То есть это экстраординарные личности. О1 виза. И нас уже второй раз по этой визе обламывают. В общем, вот такая вот ситуация, друзья. Но сейчас день не заканчивается. Мы приехали посмотреть этот прекрасный город Мадрид. И пойдём сейчас посмотрим его. Чё, погнали? К сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Мы бы могли подробнее рассказать об этом уже в следующем видео. А пока пишите в комментариях, если вам и вправду интересна эта тема. Ну а мы идём дальше. Время полдень. До отъезда ещё несколько часов. Поэтому мы решаем по максимуму провести остаток времени в Мадриде. Столица Испании – это современный и динамичный мегаполис, расположенный в сердце Пиренейского полуострова. Мадрид своей архитектурой немного напоминает Париж. Широкие бульвары, величественные здания, просторные площади, парки и музеи. В то же время, несмотря на богатую историю, здесь нет каких-то ярких символов города, как в том же Париже, Риме или Барселоне. Тем не менее, Мадрид является одной из культурных столиц Европы. Ведь долгие века испанская корона собирала великие произведения искусства, которые сегодня можно увидеть в многочисленных музеях города. А если музей – это не про вас, то столица Испании готова предложить яркую ночную жизнь и вкуснейшую еду. Последнее нам и нужно. Зная, что здесь очень много веганских ресторанчиков, мы отправляемся перекусить. Совершенно случайно набрели на кафе «Мудро». А ведь точно в такой же кафешке мы отмечали день рождения нашей любимой бабушки, моей мамуле, когда путешествовали по Аргентине. Это очень классное кафе, нам в нем очень нравилось и очень необычные блюда. Нам повезло, что вот одно место, потому что везде сидят люди, но одно место оказалось для нас свободным. Очень классно, что меню здесь не бумажное, а вот QR-код, который можно открыть и на своем телефоне посмотреть меню. Каждое блюдо в этом меню сфотографировано, и видно, что ты заказываешь. Самое интересное, что мы первый раз кушаем в веганском ресторане со звездами Мишлен. У него две звезды Мишлен, получается, в 2023 года и 2024 года. Кстати, цены здесь, ну, в среднем одно блюдо стоит примерно 20 евро, то есть 2000 рублей на человека. То есть, наверное, я думаю, так, из расчетов мы здесь покушаем примерно, наверное, евро на 60, что в принципе неплохо на двоих в Мишленовском ресторане. Так, друзья, нам принесли аппитайзер, то есть это типа как подарок, вот. И это помидоры с клубникой. И на самом деле очень интересно. Здесь ребята, в общем, выделились, они как соленый... Маринад сделали. Сделали маринад, то есть как соленые огурцы, сделали виноград, клубнику и помидоры. И вот какая-то травка. Вот у травки очень яркий вкус. Не базилик, что-то подобное, а нам принесли первое блюдо, и это... Сайский салат very spicy. Вы сказали, вот это, если хотите прям острых ощущений, то есть ешьте вот это, мы это есть, я не буду. Ты будешь? Да, не, не буду. Я вообще не люблю острое. Откладываем. Ну, красиво выглядит прямо, красиво, очень красиво. Ореховый соус, огурчик. Такие вроде, да, соус? Или какой? Иначе потом немножко острит. Натчало ты ешь, как чувствуется орехия, потом вкус раскрывается и начинает острить немножко. Ну, прям чуть-чуть. Так, попробуем зелень. Ну, тоже, просто зелень соусом. А здесь внизу, это же тайский, вот и как раз и рис. Такой интересный. Так, еще и рис положили, черный рис. Черный рис, да. Такой жевать надо, такой плотненький рис. Последнее, что надо попробовать... Ой, там еще есть соус, есть белый. Не только ореховый, да, вот еще белый. Вау, это кокосовый йогурт был написан. Давай, попробуем. Похож на помэй, такой, который продают. Он такой не сильно сладкий. Домашнего, да? Да, похож на домашнего йогурта, такой не сладкий. Очень интересный и необычный вкус. Еще, получается, за счет персика он сладкий. То есть, самый к себе йогурт сладкий, а персик продает сладость. И это очень классно. Друзья, нам принесли второе блюдо. Прошел час. Пельмешки без пешки с тыквой, посыпанные, ну, все в арахисовом соусе. Сейчас сначала соус попробуем. Я даже не могу определить, что за соус. Супер вообще. И нам сразу принесли тут второе блюдо. Ризотто с грибочками. Причем потерли сверху этот самый дорогой гриб, который, как он, трюфель, да, трюфель. Прямо при нас. Прямо при нас. В общем, супер. Да, подача такая супер красивая. Тесто как тесто, а вот внутри сладкая тыква. Прямо сладкая-сладкая. Наверное, соусом надо. Очень вкусно. Это блюдо прямо топ. Нас еще десерт впереди ждет. Но я думаю, пока нам принесут десерт, нам уже надо будет бежать на поезд наш обратно. Вот, потому что очень долго, но действительно это все такое с чувством, с толком такой, с расстановкой, чтобы не спеша кушать. Прямо каждую штучку наслаждаться. Это все-таки Мишленовский ресторан. Но скажу честно, очень вкусно. Вот просто каждое блюдо, вот пока я вот эти два блюда попробовал, мне очень понравились. А у нас блюдо. Ризотто. Что, пробуем? Вкусный, такой сдобненький вкус. Сытненький. Здесь макароны тоже не сильно мягкие, но уже чуть помягче, чем там. Но тоже как будто необычный. Ой, блюдо. Рис тоже довольно твердый, но уже помягче. Не разваренный, видно, что он белый, но и не такой твердый, как тот черный был. Ну что, пробуем этот трюфель. Хочется попробовать отдельно, чтобы вкус не смешивался, потому что я боюсь, за общим вкусом ризотто не почувствуется. Это очень легкий вкус. Такой, да, немножко сливочный вкус. Легкий отзыв, как будто вот нота прозвучавшая где-то вдали такой. Сколько баллов за это блюдо? Пять. Из пяти? Мне нравится, во-первых, подача, то само блюдо такое, оно может быть не такой необычный, как был салат, например, но оно тоже вкусное, такое сытненькое. Еще очень необычная подача, тарелка белая, красивая. Впервые вижу такой под мрамор какой-то. И наше последнее в этом ресторане блюдо это чизкейк. Карамельный чизкейк. А вот интересно, эта штучка, она похожа на какое-то как будто лаваш, но это ведь на печенье, когда твердое, потому что, может быть, им надо и есть. Попробуем. Вкусно. Огонь. Сладкая? Непритерная, сладость такая непритерная, мягкая. Тоже, почему-то немножко со сливочным оттенком у меня сегодня, кажется. И сначала, такой карамель, она более прохладная. Видите, с холодильничка достанет, да? А сама основа, она более теплая. И такой, знаете, расплывается таким мягким, сладковатым ароматом. Получает сверху карамель, внутри карамель, снизу, наверное, орешки. Космос, вообще. Реально бомба. Печенька надо, попробуй печеньки. Все-таки, все-таки теперь это мой любимый чизкейк. Мне очень нравится низ. Низ, внизу корж из орешков. И я думаю, что вообще это полностью сыроедческий десерт, сыроедческий чизкейк. Так, вот это, скорее всего, кокосовый крем, такой затвердевший уже вместе, наверное, с ванилью. Сверху карамель, а внизу слой из орешков. Однозначно лайк. А, кстати, мы узнали у официантки, что, оказывается, все-таки, это не та же компания, но они разделились, получается. В Аргентине это мудро, это одна компания, здесь это другая компания, разные хозяева. И у них немножко концепция другая. И вот за этот шикарный просто обед мы заплатили 67 евро, что я считаю, на двоих в Мишленовском ресторане такого уровня, это просто, смотри, это недорого. Я бы всем рекомендовал этот ресторан, это прямо все любители веганской кухни, вегетарианской кухни. Очень легкие блюда, очень вкусные блюда, потрясающие соусы. Соусы вообще просто какой-то космос. Вот каждый раз мы убеждаемся в одном, что когда приходишь в ресторан, если в этом ресторане делают вкусно соусы, это значит, ресторан будет 5 звезд высокого уровня, да. Поэтому большие лайки. После ресторана мы отправились на поиски магазина электроники. Странный выбор, скажете вы. Вовсе нет, воскликнем мы. В Испании очень сложно найти современные гаджеты, смартфоны, ноутбуки, камеры, смарт-часы и всю остальную технику сюда завозят с огромной задержкой. А доставка с Амазона можно ждать по 2-3 недели. Испания, как она есть. И первый же магазин мимо. Оказалось, что в Элькорте-Инглес тут их несколько магазинов, и мы пришли в тот магазин, где техника не продается. Он где-то отдельным. Мы сейчас пойдем в этот магазин Media Market и посмотрим, что здесь есть. Потому что в нашем регионе, в Марбелии, просто старье одно здесь продается в этом Media Market. Ну, iPhone 15, Pro Max. Ну, самый дорогой телефон 479 евро. Это что такое Xiaomi? Пройдя этот магазин, мы очередной раз убедились, что техника в Испании отсутствует, новенькая. То есть, даже в центре города, мы сейчас в центре Мадрида, самый большой магазин это Media Market. И здесь вообще нету камер, вообще нету каких-то новых смартфонов. Все старенькое достаточно, которое выпускалось уже полгода назад. То есть, никаких новинок здесь нету. Увы, современную технику даже в столице Испании в самом ее центре не найти. Или мы не так искали? Если подскажете в комментариях, будем вам очень благодарны. Времени осталось у нас немного. А мы идем в центральный парк. Это как центральный парк в Нью-Йорке, а это центральный парк в Мадриде. Буэн-Ретиро это самый крупный парк Мадрида и одна из главных городских достопримечательностей. Здесь можно устроить фотоохоту на местные памятники. А можно не спеша прогуляться до пруда и покормить карпов и уточек. Или прокатиться на лодке. Еще в парке есть настоящие дворцы 19 века. Дворец Веласкеса и Стеклянный. Первый сейчас используется в качестве выставочного центра. Второй удивительное здание из стекла и металла, прозванное Хрустальным дворцом. Когда-то он служил консерваторией оранжереи для редких растений, завезенных с Филиппин. А в наши дни здесь находится музей королевы Софии. Кстати, на дни нашей поездки выпала просто нереальная жара 36 градусов. Но что странно, она почти не ощущалась. Тут же мы набрели на книжную ярмарку. Приехали получается писатели, которые даже и автографы раздают. Просто нереально. Это 19-е, а там дальше он еще не вообще края не видит. Как будто 200-300 сколько этих палаточек здесь стоят. Очень круто. А смотри, сегодня выступления какие будут. Но все правда на испанском языке. Даже для детей есть инфантива, есть адолт. Сам парк, конечно, гигантский. Мы как будто оказались в центральном парке Нью-Йорка. И если в Марбелье все приходят загорать на пляж, то здесь идут в парк. Трава красивая, зеленая, не выгоревшая. Видно, что за ней ухаживают. Все-таки климат здесь другой. Помягче, чем в Марбелье. Из-за этого, скорее всего, чаще идут дожди. И зелени побольше. В общем, кайф. Здорово, что парк находится прямо рядом с нашим вокзалом. И вот мы пришли почти уже на вокзал и тут вот такое количество, просто нереальное количество мотоциклов. По-любому, все, кто приезжают вот сюда на эту станцию метро, обязательно надо в парк сходить. Очень красивый парк. День близился к своему завершению и нам была пора отправляться в обратный путь. Поезд уже ждет. Ну что, мы наконец-то приехали в Малагу. Маршрут у нас занял целых 4 часа. Были какие-то проблемы на железной дороге. Мы столько поездов пропустили. Что интересно, по пути в Мадрид мы ехали в абсолютно пустом вагоне, но обратно все было забито до отказа. И цена обратных билетов была уже по 150 евро за человека. Все же вечер пятницы и, видимо, мадридцы на выходных разъезжаются за город. По идее, мы должны были приехать в Малагу к 9 вечера, но случилось непредвиденное. На маршруте Малага-Мадрид у нас была всего одна 5-минутная остановка в Кардобе. И пока мы ехали в столицу, все шло по плану, но на обратном пути мы постоянно останавливались, пропуская другие поезда. В итоге суммарно мы простояли так больше часа. Что случилось и почему так вышло непонятно. Но все же мы дома. Это была совсем небольшая, но полное впечатление поездка. Нам понравился и поезд, и, конечно, Мадрид. Красивый, интересный и вкусный город. Что тут еще добавишь? Просто путешествуйте, друзья. Даже если у вас мало времени, выберите один день, сгоняйте в соседний город, гуляйте, отдыхайте и вкусно кушайте. Ну а как вам Мадрид, друзья? Пишите в комментариях, бывали ли вы здесь? Или может еще мечтаете побывать? Ну а чтобы не пропустить развязку историй с визой, не забывайте подписываться на канал и ждите следующих роликов. Всем пока-пока.